Продолжение следует... 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 который был очень яркой личностью, человек, который родил за культуру, который сделал очень много для того, чтобы восстановились все традиции культуры казахов. И надо отдать ему должность, что в момент того правления и нахождения его в должности секретаря Тругайского обкома партии, затем заместителя министра культуры казахской СССР, были возрождены национально-культурные коллективы, музыкальные коллективы, танцевальные коллективы. Ну и, конечно же, будучи уже должностью секретаря ЦК Компартии Казахстана, самый главный момент, который совершил узбекали Джанибекович, это то, что он возродил национальный праздник, идущий из глубины веков науры Смирамы. Самое интересное то, что именно узбекалит Джанибекович в далеком уже 62-м году приметил на султана Назарбаева и взял его к себе в резерв. В то время он был первым старым ЦК ЛКСМ Казахстана, и как выразился сам узбекалит Джанибекович, что он взял на заметку и включил в резерв на должность первого секретаря ЦК ЛКСМ Казахстана на султана Назарбаева. И везде, где мог только узбекали Джанибеков возил с собой на султана Назарбаева, на союзные съезды, другие важнейшие комсомольские мероприятия, не давал возможности ему выступить, набраться, так сказать, опыта. Ну, вместе с тем, это не помешало на султану Назарбаеву в дальнейшем поступить не очень корректно по отношению к этому известному, уважаемому человеку в Казахстане, радеющему за культуру. Это очень важно отметить. В период правления Коммунистической партии Казахстана Колбином узбекали Джанибеков назначается на должность министра культуры Казахской ССР. По предложению Ленинского райкома партии Казахстана было решено открыть малую сцену, конкретно для приглашенного в труппу театра юного зрителя Преображенского. Именно министр культуры Жанибеков очень охотно откликнулся и поддержал это начинание. И мы занялись оформлением этой сцены. Но когда мы закончили сцену, он уже был секретарем ЦК Коммунистической партии Казахстана. И он лично приехал без пафоса, без охраны. Один привез с собой министра культуры. Мы открыли малую сцену для режиссера театра юного зрителя Преображенского, который стал очень популярным в городе Алма-Аты из-за того, что режиссер был очень прогрессивный, модный. Царство Небесное он скончался уже. Но сам факт, что это было сделано при Узбекали Жанибекове. И вот что интересно, что и Дин Мухаммед Ахмед Шкунаев не очень-то жаловал Узбекали Жанибекова. Ну а тем более, когда пришел султан Назарбаев, то Узбекали Жанибеков остался вообще неудел. После знаменитого съезда Коммунистической партии Казахстана 1991 года, когда было принято решение о распуске Коммунистической партии, которая родила и воспитала на султана Назарбаева, Узбекали Жанибеков 60 лет остался практически без работы и находился в таком состоянии, когда можно было этот потенциал использовать на полную катушку для жителей Казахстана, граждан Казахстана. Узбекали Жанибеков имел большой авторитет у руководителей Государства Союза Советских Социалистических Республик. И то, что он, султан Назарбаев, написал в своей книге «Моя жизнь», о том, что это он имел огромный авторитет среди секретариата ЦК КПСС в Москве и благодаря этому он продвигался, это все не совсем правда. Был огромный авторитет Узбекалища Жанибекова и когда пришел Колбин к власти, то именно по рекомендации Центрального комитета Компартии Советского Союза было принято безоговорочное решение о назначении на должность министра культуры, а затем секретарем ЦК КПС Казахстана Узбекали Жанибекова. Но султан Назарбаев видел в нем своего, конечно же, соперника, хотя Узбекали Жанибеков конкретно сказал, что я не соперник был для султана Назарбаева и не соперничал с ним. Но я конкретно вижу здесь целенаправленное действие султана Назарбаева по отношению к Жанибекову, поскольку именно он его вел с 1962 года и продвигал по комсомольской жизни и знал все слабые и сильные стороны на султана Назарбаева. И на султан Назарбаев именно этого боялся, поэтому был Узбекали Жанибекович отправлен в небытие. Но сейчас я впервые открою то, что я ни разу никому не говорил. Я должен об этом сказать, я обязан об этом сказать. Жанибеков Узбекали являлся родственником Мухтара Алиева. И когда при беседе с Мухтаром Алиевым, он мне так в сердцах сказал, что когда встал вопрос о назначении на должность Первой Советской Компартии Казахстана после Колбина Назарбаева, то Узбекали Жанибекова, конечно, в Москве отметили. И когда Узбекали Жанибекович сказал, что вот я готовый секретарь ЦК, назначайте меня хоть сегодня. Но он тогда не знал, что султан Назарбаев уже договорился с Горбачевым. И всю эту политику против Кунаев он провел по заданию Горбачева. Это я сто процентов знаю из уст Михаила Сергеевича Горбачева. Но султан Назарбаев, конечно же, отправил в отставку, в небытие именно по этой причине. Поскольку была договоренность между султаном Назарбаевым и Михаилом Горбачевым, что Первым Стрелем ЦК Компартии Казахстана после Колбина будет, конечно же, но султан Назарбаев. Я думаю, что если бы тогда Москва настояла на своем и провела бы на должность Первой Стрелем ЦК Компартии Казахстана Узбеколит Женебекова, то, наверное, Казахстан был бы совершенно в другом положении, чем находится сейчас. И многое было бы сделано более справедливым, более врачительным, более глубоко содержательным для народа Казахстана, для культуры народа Казахстана, для казахской культуры, казахского искусства. Вот это один маленький момент, который говорит о том, что эти лица мешали на султану Назарбаеву двигаться по карьерной лестнице. Мало того, когда Колбин был Первым Стрелем ЦК Компартии Казахстана, у него Вторым Стрелем ЦК Компартии Казахстана был Марат Самеевич Мендебаев, который тоже мог возглавить Коммунистическую партию Казахстана и повести ее более уверенно, имея большой опыт руководства партийных комитетов. Он мешал на султану Назарбаеву, и когда султан Назарбаев стал Первым Стрелем ЦК Компартии Казахстана, этого очень известного в Казахстане человека задвинули просто начальника управления кадров Министерства энергетики Казахской ССР. Как видим, что дальнейшее сокращение кандидатов на должность ЦК Компартии Казахстана оно имело место и дальше. Мы видим, как был задвинут и Иркин Аулибеков, который тоже высказался критически. В адрес Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, как и Назарбаев на 16-м съезде Компартии Казахстана. Ну, Назарбаев подсуетился и был выдвинут на должность Первого Стрелем ЦК Компартии Казахстана. Но что самое интересное в этой связи, то, что сам Дженебеков пишет в своих мемуарах, что когда Москва начала интересоваться по отношению к должности Первого Стрелем ЦК Компартии Казахстана, что узбеколит Дженебеков сам высказался в пользу султана Назарбаева. Но, когда, в общем-то, все приняли решение о том, что Первым Стрелем ЦК Компартии будет Назарбаев, узбеколит Дженебеков, представителю Москвы, в течение полутора часов говорил о том, как изменился Назарбаев от того 1962 года, когда узбеколит брал его себе в резерв до сегодняшнего дня. И, вероятнее всего, вот эта встреча представителя Москвы и узбеколи Дженебекова, так долго длившись один на один, вызвала серьезное, как сказать, потрясение в душе на султана Назарбаева, и он постарался как можно быстрее от него избавиться и отправить его в небытие. Как видим, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики, борьба на султана Назарбаева за должность под солнцем была длинная, не то, что вот 1986 год, продолжительностью 15 минут прошел пленум ЦК, на котором освободили Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев, и назначили никому неизвестного в Казахстане Колбина, об этом тоже можно было бы сказать, и молодежь на площади высказывали свои лозунги, свои претензии, если нужно было русского, можно было найти среди руководителей областных комитетов и ЦК партии русского, но нашего, из Казахстана, в частности, второй секретарь ЦК Компартии Казахстана Мирошкин Олег Семенович мог было сглавить Центральный комитет Компартии Казахстана, а не Колбин, и отдать нужное должное. Колбин, в конце концов, пожалел о том, что он согласился стать первым старем ЦК Компартии Казахстана. Но все это сошло на руку на султану Назарбаеву, и он в конечном итоге стал первым старем ЦК Компартии Казахстана. Ну а дальше, вы уже знаете, я в своем видеоролике говорил о том, как он заставил депутатов Верховного Совета 12-го созыва просто назначить его на должность президента, который только-только Верховный Совет ввел, как институт власти в Республике Казахстан. Ну а дальше продвижение, конечно, велось уже с грубейшими нарушениями Конституции. Вот я хочу отметить, какова была роль и значение этих людей, которые ввели на султана Назарбаева к власти, не подозревая о том, что они взращивают такого диктатора, такого руководителя страны, который просто обокрал всю страну, предал народ Казахстана, и сегодня пытается вновь зайти на политический Олимп, зайти в информационное пространство для того, чтобы в дальнейшем можно было продвинуть своих малолетних детей на должность руководителя Казахстана. На этом я заканчиваю свое выступление, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. В следующем своем видеоролике я расскажу о том, но, впрочем, смотрите сами, и вы увидите очень интересный материал. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова